добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня приехал мой постоянный клиент автомобиль mercedes g500 машина 2013 года в том году мы на ней заменили штатную батарею пусковую поменяли на о ком ей бе соточку ну стой батареи в порядке и буквально летом у него загорелось предупреждение о том что неисправно батарея маленькая батарея которая отвечает за питание электронных блоков давайте попробуем разобраться сегодня вернее он заказал на сервисном центре мерседесовском ему привезли новую батарею хотя я ему в принципе говорю что давай попробуем начали пошатать эту ту батарею которая у него стояла но человек состоятельный он решил все-таки установить новую батарею сейчас я ему эту батарею заменил установил вместо этой батарейки новую и после замены возникло несколько вопросов вот в частности батарея вот этот который у него стояла производство таиланд но батарея 15 года автомобиль 13 батарея 15 года это получается что штатная батарея которая была на мерседесе она проработала всего два года и была произведена замена после этого получается 6 лет отходила вот эта батарея таиланд установили мы сейчас американскую батарейку ну давайте попробуем разобрать эту добраться до внутренности батарея кстати упаковано очень хорошо так же как и установлена закреплена внутри куча болтов супер надежное крепление этот принцип мерседеса лучше перевзеть чем не до взять так и батарея установлена как я не знаю детское кресло наверное надежнее детского кресла практически она никогда не выпрыгнет так ну ладно давайте попробуем вскрыть батарею и посмотреть что там внутри а джем батарея не в принципе неплохо восстанавливаются давайте вначале снимем показатели что это батарея выдает так установим тестер и запишем показатели и так вне салона а джем батарея плоского типа стабилизатор что-то квакает так ну давайте 200 ампер заявлено установим 200 ампер и как видим 0 процентов сох батарея полностью заряжена и выдает батарея на гора 19 ампер но будем так говорит что компьютер автомобиля не соврал все-таки эта батарея она умотанная запишем показатели 0 98 пусковой 19 напряжение 12 81 12 81 сопротивление 121 21 121 21 ну что ж теперь примемся за разборку батарея как разберу отключусь опять отрываем наклейку этикетку и пытаемся добраться внутрь все очень плотно давайте пока отключимся другим инструментом пришлось немножко попотеть крышка заплавлена очень хорошо вспомнить чью-то мать наконец-то мы открыли там батарея сухая абсолютно сухая поэтому первое что мы будем делать это зальем водичку заливать будем по 20 миллиметров почему по 20 потому что опираясь на собственный опыт могу сказать 20 миллиметров сейчас эту батарею каждую мальчику влететь очень легко 20 20 20 20 20 20 20 так теперь посмотрим что там вот ну вот пластиночки жирные вода не должна плескаться но она должна быть пластины пропитаны и так ну вот одна баночка у нас еще еще отстает и видно что она сухая поэтому сейчас он залью еще чуть-чуть вот здесь 5 миллиметра мне достаточно вот так пятерочку ну вот отлично здесь у нас отлично здесь отлично 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 и отлично теперь эту батарею ставим на отстой батарея будет отстаиваться сутки закрываем пробочки и нужно дать батареи пропитать с дистиллированной водой и чтобы это вода связалась с электролитом в матах естественным образом за счет диффузии и только потом уже приступим к зарядным операциям сразу после заливки давайте снимем показатели не прошло и одной минуты так заряд АКП вне салона GM плоского типа 200 сразу появился 1% 25 ампер и напряжение упало НРЦ 12.6 вот так вот и сразу резко пошло сопротивление вниз 86 58 ну давайте еще один замер сделаем чтобы убедиться что улучшения идут прямо на глазах так не прошло еще одной минуты тут же делаем замер НРЦ еще упало 12.51 сопротивление 90.90 так ну-ка давайте еще третий замер сделаем 86 58 26 и НРЦ еще упало 12.47 ну пока отключаюсь отключаю запись и продолжим завтра что ж друзья после заливки воды планировал отстоять батарею ночь то есть 15 часов ну получилось так что два дня я не появлялся на работе немножко приболел и батарея отстоялась двое с лишним суток давайте сделаем замер и посмотрим что случилось что получилось с батареей после заливки воды так а джим плоского типа и н и так 200 ампер у нас ну вот как видим достаточно было залить дистиллированную водичку и батарея сейчас показывает сто процентов заряда ой сох 51 процент заряда и выкатывает 200 смелых ампер при напряжении 1231 и сопротивление он у нас 1150 так что у нас было в начале сопротивление было 121 21 это показатели до заливки воды заморачиваться сильно не буду с этой батареей сейчас поставлю ее на вот такое зарядное устройство интеллектуальное которое неплохо вытягивает от жм батареи поставлю ее на ночь приехал протопить печку сейчас 8 часов вечера 9 часов оставлю ее до утра и после полного заряда на этом зарядном устройстве без всяких наворотов заворотов сделаем опять замер и буду заклеивать крышку вернее завтра до завтра также заклею пусть пока заряжается с открытой крышкой и завтра уже снимем опять показатели с этой батареи ну что ж друзья закончил работу с этой батареи батарея всю ночь отстоялась и стояла на заряде на интеллектуальном зарядном устройстве после заряда отстоялась в течение шести с половиной часов заклеил крышку крышку клею антихлоретаном и в качестве наполнителя стружка ABS пластика вот примерно она выглядит этот состав и отлично проклеивает крышки этих батарей что ж давайте сделаем замер и будем принимать решение что с этой батареи как с этой батареи поступать дальше возможно буду делать до заряда возможно на вымпеле а возможно ничего делать не буду так что то у нас пошло не так а неправильно вот так вот вот так наклейку наклейку наклеил и неправильно поэтому перепутал аккумуляторщик называется сейчас хейкеры начнут писать так так внизу на а джим плоского типа и по n 200 ампер ну что ж как видим сто процентов батарея набрала 98 процентов заряда так 220 ампер выдает пускового тока нагара сопротивление 10 38 и нрc 1272 поэтому я думаю что не стоит делать никаких дозарядов батарея легко и просто раскрылась с помощью элементарного интеллектуального зарядного устройства значит вот такие показатели у нас были 0 сох 98 процентов заряда ух что-то прыгает у нас вкус пусковой был 19 20 напряжение 12 81 в начале было и сопротивление 121 21 ну что ж батарея имеет заводские параметры выдает все что ей положено батарея 15 года здесь хорошо видно и и батарея готова дальнейшей эксплуатации приедет владелец эту батарею я ему отдам и ну пусть что хочет то с ней делает он рыбак возможно будет возить куда-то на рыбалку для электроудочек что они там используют для подсветки всего прочего до покупки я ему говорил я его предупреждал что давай попробуем вернуть батарею в рабочее состояние но хозяин барин хозяин купил новую батарею поставил ну так тому и быть еще хочу немножко сказать насчет вот этих комментаторов хейперов которые работают в очень крупных центрах по обслуживанию аккумуляторов и которые у которых очень навороченные навороченные оборудование ну не то что у меня как они самотычные или как как там написал Осипов по моему Андрей это к тебе обращение ребята не надо свысока смотреть на гаражников некоторые гаражники вам ставят по полной так что не кашляйте набирайте знаний ну а опыт я надеюсь он к вам сам придет ванника всего доброго до свидания всем удачи и болейте до свидания и до свидания до свидания Продолжение следует...